Субтитры делал DimaTorzok Кир, давай после работы куда-нибудь сходим? Я с таким мужчиной познакомилась. Можешь с собой друга взять. Слушай, ну сто лет вместе никуда не выходили. Нет, спасибо. Ты что, по своему Савельеву все сохнешь? Ну пора бы уже определиться. Ось, спасибо тебе огромное за участие, нам и так хорошо. Ну если вам так хорошо, почему же тогда не женитесь? А то ты не знаешь. Солнышко, ну держись, держись. Держись, родная, все хорошо. Хорошо, родная, все хорошо, не переживай. А ты думаешь, это так просто? Он время подходящее ждет. Ой, ну за три года уже можно было время найти. Слушай, ну они не живут вместе, она бесконечно в разъездах, понимаешь? Поэтому и не складывается. Слушай, на твоем месте я уже давно бы поставила ультиматум. Либо он разводится, либо ты его бросаешь. Хорошо, что ты не на моем месте. Ой, Улитина, вот не зря тебя улиткой зовут. Время-то идет, а ты никуда не торопишься. Ой, Оксана, ну кто бы говорила. Все, молчу-молчу, делай как знаешь. Что у нас за роженица, осложнение, как состояние? Все в пределах нормы. А я так понимаю, ты обменные карты вообще не раскрываешь, да? А зачем? Я же знаю, что ты сама все посмотришь. Молодец. Так. Давай, родная, все хорошо. Для истории, да, продолжаем. Так, а это что за чудо? Камеру уберите. Светлана Андреевна, как состояние роженицы? Сохватки около двух минут, безболезненная фаза. Все нормально. Схватки две минуты, перерыв одна, раскрытие девять сантиметров. Потуги были? Да. Анюта, Анюта, все хорошо, слушай. Болит что-нибудь? Где болит, Аня? Аня, где болит? Немного. Больно? Больно? Ей больно. Папаша, успокойтесь, пожалуйста. Не нервничайте. Не мешайте работать. Анюточка, солнышко, слушай, все хорошо. Слышишь? Ты вот так подбородок поднимешь. Не мешайте работать. Подбородок, грудь. Не мешайте. Девочка, успокойтесь. Я не могу мешать, я отец. Сейчас начнутся схватки. Пишся. Схватки. Какое раскрытие? Полное. Так, Анюта, Анюта, послушай. Полное раскрытие. Да, все в порядке. Только если почувствуешь какой-то дискомфорт, говори, не молчи, хорошо? Что? Что? Да отойдите вы отсюда, ради Бога. Знаете что? Вы меня тут не хамите. Вы здесь для того, чтобы помогать, а не для того, чтобы… Тихо, тихо, сейчас будет потуго, начнем дружиться по моей команде, да? Давай, Солнце, давай. Давай, давай, Ань. Почему она кричит? Анюта, не кричи. Анюта, не надо. Анюта, ну скажите же, что нельзя. Анюта, ну мы же читали с тобой, помнишь? Друзья, Солнышко, ну что же вы молчите? Сделайте что-нибудь, ну! Так, ты помочь хочешь? Иди сюда, дорогой. Давай, ты не волнуйся. Все, не волнуйся. Дружимся. Давай, можно. Молодец. Ну вот. Ну вот и все. Так, 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 так. Идемте, папочка, идемте, идем, 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 миленький, идем в коридор. Позже продышите. Ну все, дорогая, теперь нам никто мешать не будет. Все хорошо, миленькая. Спасибо. Спасибо, дорогая. Еще разочек, можешь? Силы есть? Давай тогда. Можем. Все будет хорошо. Умничка, умничка. Кира Владимировна, наслышанно о ваших нестандартных методах воспитания. Виктор Алексеевич, это вы про отца, который чуть в обморок не упал. Ой, этот чудик нас всех замучил, если бы не Кира Владимировна. Оксана Геннадьевна, этот чудик, как вы выразились, написал на вас мне жалобу. И обещал пойти выше. Что, серьезно? Ага. Кира Владимировна, можно вас на секундочку? Да. Конечно, конечно. Не буду мешать производственному разговору. Чао. Нет, что-то не понял. А что за фамильярность? Она что, в курсе? Слушай, ну, во-первых, она моя подруга. Потом, за три года очень сложно было это все не заметить. По поводу этого чудика, извини, да, виновата. Но он действительно всем мешал работать, поэтому я решила его проучить. Да все правильно. Я ему дал и палату, он успокоился. Вообще, от этих совместных родов одни неприятности. А вот вы, Кира Владимировна, так просто не отделаетесь. Не-не-не, я сегодня очень устала, Вить. Не-не-не, никакие отговорки не принимаются. Жду вас на старом месте. Целую вас мысленно. Да. Это вам капельницу назначена. Кирочка, я так рад тебя видеть. Привет. Я так соскучился по тебе. Ну, что такое? Что, нет настроения у тебя? Поговорить с тобой хочу. Ну, что, прям здесь? Может быть, пойдем куда-нибудь сядем? Я не хочу нигде сидеть. Выслушай меня, пожалуйста, Вить. Вить, я правда очень устала от этой ситуации. Мне ужасно неприятно бесконечно врать и прятаться по углам. Мне противно шарахаться от тебя на работе, понимаешь? Кирочка, да я сам уже на пределе. Представь себе, мы живем, как чужие люди. Я не вижу ее месяцами. Вот она приедет, я обязательно сразу поговорю с ней про развод. Ну, я тебе слово даю. Вить, я слышала это тысячу раз. Ну, Кирочка, ну что ж ты из меня обманщика делаешь? Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Пойдем. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Пойдем. А ты что, уходишь? Да, поздно уже. Ну, может, останешься? Ну, правда. Мы уже почти муж и жена. Ключевое слово, почти. Ну, я же тебе сказал, что как только она приедет из Германии, я... Давай я сейчас прям эсэмэс напишу, что люблю другую. Все, хватит. Вы сколько лет с ней вместе? Двенадцать. Ну, она мое прошлое, ты мое настоящее. Будешь? Ой, нет, чего ты настроения нет сегодня. Ну, может, останешься? Не-не-не, пойду. Ты когда к нам в гости приедешь? Ну, я скоро. Как только с Татьяной поговорю, так сразу и приеду. С тортом, с цветами. Да не надо ничего, просто приезжай, я тебя с мамой познакомлю и с Полинкой. Все, пока. Давай, давай я тебя отвезу. Не-не, я сама, я прогуляюсь. Пока. Ну, давайте. Ну, вот, ешь. Я не хочу есть. И вообще ты достала со своим педагогическим опытом. Я же сказала, не буду я есть твои котлеты на ночь. Ты как это со мной разговариваешь? Я тебе что, подружка что ли? Мама, хоть ты ей скажи. Так, чего у вас опять случилось-то? Ничего нового. Очередная забастовка. Мам, не лезла бы ты к ней, а? Что значит не лезла? Я забочусь о ее здоровье. А тебе, я вижу, совсем наплевать, что твоя дочка перестала нормально питаться. Ладно, прости, пожалуйста, я неправильно выразилась. Мама, вот, смотрите, я в них уже еле влезаю, а три месяца назад все было отлично. Я толстею. Да ты взрослеешь, это нормально для твоего возраста. А вот если твой организм не будет получать микроэлементы и витамины, то тогда ты точно... О, господи! Котлеты на ночь, это по-твоему правильные витамины? Да ты же целый день ничего не ела, Кира! Поль, бабушка в принципе права. Мам, ну ты тоже, котлеты на ночь, ну. Слушайте, давайте завтра об этом поговорим, а? У тебя всегда все завтра. Да завтра я еще больше растолстею. Я тебе удивляюсь. Тебя что, совсем не волнует воспитание дочери? Мам, ну что я должна сделать? Насильно ее накормить? Но дело не в еде. Ты просто не хочешь принимать решения. Просто в воспитании надо иногда проявлять твердость. Понимаешь? Уж я это абсолютно точно знаю. Да, конечно, у тебя же сорок лет педагогического опыта. Именно. И не надо иронизировать. Атлетки будешь? Нет. Мам, на самом деле ты все правильно говоришь, но ты же так давишь. Ты как будто не знаешь ее характер. Она просто из упрямства сделает все наоборот. Вот именно. Если на нее не давить, она такое устроит. Какое? Даже боюсь предположить. Она тобой вертит, как хочет. Да если бы не я... Ой, мам, ну перестань. Тебя, если послушать, мною все вертят, как хотят. А что, разве не так? Кстати, и этот твой тоже. Началось. Ты у него была? Да, мама, я была у него. И ты знаешь, у нас все хорошо. Он мной не вертит. Он, кстати, завтра расстается со своей женой. Свяжу предание. Третий год уже об этом слышу. Здрасте. Кира. О, привет. Кир, привет. Ты чего такой? Что-то случилось? Вить. Татьяна из Германии звонила. Ага. Понятно. То есть, ее сегодня, наверное, не ждать. Давай, пожалуйста, без твоей убийственной иронии. Ничего не меняется. Все как обычно, да? Кира, ну подожди. Ну, неделя же всего. Ну, что ты? Слушай, а ведь действительно всего неделя. Господи. Какая ты неделя? Мы столько времени ждали. Ну, конечно. Ну, недельку-то подождем. Ну, давай так, мы эту неделю с тобой встречаться не будем. Хорошо? Вот она прилетит, поговорит с тобой, и я с тобой буду после этого разговаривать. Кир, Кир, подожди. Кира. Ну, так же нельзя, Кир. Кирочка. Добрый день. Здрасте. Ну, что, схватки. Так что волноваться рано. Старайтесь поменьше лежать и побольше двигаться. У меня живот болит. Ну, так и должно быть. С первым ребенком такого не было. Потом он у меня все время болит. Не только во время схваток. Не волнуйтесь, все хорошо. А вот и папочка пришел. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как ты? Что, болит? Она говорила, что у нее боли? Не переживайте, она сказала. Если боли усилятся, помассируйте и поясните. Знаете как? Знаю. Ай, молодец. Ну, вот и отлично. Ну, как? Ой, тянет. Привет. Сегодня я в шею заканчиваю. Заманчиво. Ну, может и увидимся. Здравствуйте. Так, я передам. Привет. Привет. Что случилось? На тебе ж лица нет. Ну, ничего, все нормально. Так, колись, подруга, ты же знаешь, я от тебя не отстану. Полинка с мамой все время ссорится. Так, ну, на самом деле, что? Да, в принципе, ничего. Просто надоело уже, все, не могу. Ты это что, из-за Савельева с его расстроилась? Да тебе вообще нужно найти кого-то другого. Ты с ума сошла? Новая всегда бодрит. Нет, ну я серьезно. Я вот недавно познакомилась с одним. Ну, он тоже женат. Сейчас у нас, правда, период праздника. Ну, а когда начнется нытье, проблемы в семье, я его брошу, вот и все. И никаких страданий. Легко очень у тебя, да. Да? Оксана Геннадьевна, вас там пациентка из 205-й зовет. Иду, иду. Слушай, взрослая тетка второго рожает, а паникует, как не знаю кто. Начинай обход без меня, я потом подкачу. Ладно, разберемся. Ну, что опять у вас случилось? Меня постоянно подташнивает. Ну, это не страшно. Вы сами себя накручиваете. Мы так долго ждали этого ребенка. Старшему у нас уже 18. Мы думали, что уже все, а тут... Я все понимаю. Конечно, это стресс. Но вы сами вызываете панику. Отсюда и давление, и тошнота. Вон, Клавдия Ивановна подтвердит. Ваше плохое самочувствие, это чисто психологическая проблема. Так ведь? В общем, готовимся к родам. Когда перерыв между схватками будет две минуты, позовете меня. Хорошо? Я не думаю, что все так хорошо. Мне очень не нравится то, что здесь происходит. Папочка, не нервничайте так. Беременный у нас еще никто не оставался. Папочка, не нервничайте так. Оксана Геннадьевна, я что думаю? Что? А может, у нее разрыв матки? Это с чего бы? Это боли, выделения. Схватки у нее нерегулярные. Испарено. Все в пределах нормы. При поступлении ее обследовали. Никаких намеков на разрыв нет. Ну, ей же больно. Это же видно. И, судя по поведению, боль не такая, как при обычных схватках. Так, Клавдия Ивановна, вы у нас кто? Санитар? А я акушер-гинеколог. Так что, давайте, каждый будет заниматься своим делом. Хорошо? Извините. И снова привет. Ну, я же сказала, я подумаю. Какой ресторан? Хорошо, в семь. Пока, целую. Кира Владимировна. Ой, Жень, подай, пожалуйста. Держи. Послушай, подменишь меня сегодня? Ну, сколько можно, совесть есть? Ну, Кирочка, миленькая, он меня в такой ресторан пригласил. А у меня как раз платье новое. Я так хочу, чтобы он меня в нем увидел. Вопрос жизни и смерти. Ну, конечно, как всегда. Что за пациентка? Поснецова, 37 лет. Вторые роды, беременность протекает нормально. Уже схватки идут. Ну, скоро потуги начнутся. Подменишь? Ну, если платье пропадает, куда тебя... Дышите, мамочка, дышите. Так, вот, вот так. Как состояние? Схватки стали нерегулярные. Мамочки, мама, мама... Все, 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 тихонечко. Как вы себя чувствуете? Ой, доктор, доктор, очень болит живот. Скажите, так должно быть? Даже детки. Нет, так быть не должно. Я не понимаю, почему вы об этом ничего не сказали. Она говорила Оксане Геннадьевне. У вас первые роды Кесарева? Да. Я подозреваю несостоятельность трюкционноматки. Я неоднократно говорила Оксане Геннадьевне. Так, скажите, а как вы можете описать боль от схваток последние два часа? Сначала нормально, а потом как-то странно. Частой с резкой болью. Ясно. Резкой болью. Начинайте катодализацию. Будем подавать в операционную. Я подозреваю разрыв матки. Ира, мы вынуждены сделать вам Кесарева. Почему? Что-то не так? Не так. Я подозреваю у вас разрыв матки. Это очень опасно. И для вас, и для вашего ребенка. Мне срочно нужно ваше согласие. Вы готовы? Я согласна. Да. Да. Ой. Все, в срочном порядке. Давайте. Здравствуйте. 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 Вы муж Ирины Васнецовой? Да, я. Меня зовут Улетина Кира Владимировна. Я принимала роду у вашей жены. Да, я знаю. Что-то случилось? Случилось. Разрыв матки. К моему большому сожалению, мы не смогли спасти вашего ребенка. Мне очень-очень жаль. Вы же, вы же обещали, что все будет хорошо. Дело в том, что у нее было Кесарева. И схватки усилили. Давление на рубец. Он просто разошелся. Мы ничего не смогли сделать. Как вы говорите, вас зовут? Кира Владимировна. Кира Владимировна, я уничтожу вас и весь ваш роддом. Вы за все ответите. Ну что? Ну что? Спрашивали обо всём подробно. Изучали медкарту. И что ты сказала? Оксана, что тут скажешь? Ребёнок умер. Рассказала всё, как было. Что рассказала? Что признаки разрыва проявились только во время схваток. А про меня что-нибудь говорили? А что про тебя говорить? Я думаю, ты сама всё знаешь. Можешь не бояться, тебя это никак не коснётся. А я и не боюсь, Кир. С чего это, вдруг, это должно меня касаться? Ты передала мне пациентку с явными признаками разрыва и ничего об этом не сказала. Да не было там никаких признаков. Боль, тошнота, испарина. Не было? И что? Да у половины рожениц такие симптомы. Если бы ты вовремя диагностировала разрыв, всё сложилось бы иначе. Ты это понимаешь? Значит так, подруга. Разрыв произошёл во время рода. Роды принимала. Ты. Всё, точка. Меня там не было. Ну, конечно, тебя там не было. Ты выгуливала новое платье в ресторане. Вот только не надо меня этим попрекать. Виктор Алексеевич, что там сказали? Оксана, извини, пожалуйста, не до тебя сейчас. Кир, идём. Идём, пожалуйста. Кирочка, ну как же так? Ну, почему ты молчала? Что я должна была сказать? Ты должна была сказать, что пациентка уже поступила к тебе с разрывом. Что ты ничего не могла сделать. И почему ты Оксану выгораживала? Петя, теперь какая разница? Ты понимаешь, что этого ребёнка не вернуть? Значит, я тоже виновата. Там родители на эмоциях подняли шум и хотят тебя наказать. Я очень тебе сочувствую, но ты же понимаешь, что на кону стоит репутация больницы. Мне придётся тебя показательно уволить. Прости, но я вынужден это сделать. У меня друг очень хороший есть. Он работает в Министерстве здравоохранения. Он обещал тебя пристроить в клинику в Верхневолжеск. Тихий городок, очень хорошая больница, замечательное родильное отделение. Господи, это где? Это Тверская область. Километров двести отсюда. Давай, я сейчас тебя отвезу домой. Ты со своими всё обсудишь? Хорошо? Кир, я буду приезжать к тебе. Ладно, Кирочка. Я не поеду в какую-то дыру. Что это вообще за город? Верхневолжск. И не выговоришь. Мам, у меня тут друзья, школа. Поль, ну что делать? Только там мне предложили работу. Ну так а я тут при чём? Тебе предложили, ты езжай. Полин. Поль. Не хочет. Я предупреждала, что так оно и будет. Мам, что мне делать, а? Боюсь, что ничего уже не сделаешь. Характер. Я сама ехать не хочу. Но я же не смогу без работы. Потом, на что мы будем жить? На твою пенсию? Послушай, во-первых, прекрати распускать нюни. А во-вторых, серьёзно поговори с этим своим Савельевым. Мам, он всё, что мог, сделал. Пусть ещё потрудится. Кир, ну я понимаю, что после такого ЧП тебя ни одна больница не возьмёт, ни один роддом, но... Да, есть варианты. В конце концов, скорая помощь. Но ведь можно, ну, полгодика поработать, и главное, никуда уезжать не нужно. Господи, да ты... О чём ты вообще говоришь? Кира, да поговори-то со своим Савельевым. Ну, пусть подберёт тебе подходящую работу. Я надеюсь, это-то он может. Ты столько лет тянула на себе этот воз. Вот пускай Савельев теперь и отрабатывает. Ну, Кирочка, давай я сейчас рыбку приготовлю, поужинаем. Да не хочу я, мам. Савельев, поужинаем, 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 по Привет. А ты что здесь делаешь? По делам пришла. А-а. Кир, у нас планерка. Извини, я опаздываю. Да, конечно. Кирочка Владимировна, здравствуйте. Я всегда знала, что у нее нет совести. Бегает, как ни в чем не бывало. Как вы поживаете? Да что я спрашиваю? Может, вы вернуться решили? Ну, к сожалению, это не от меня зависит. Я к Саверию. А, и правильно, попросите его. Может, он и оставит вас. На ваше место он вряд ли кого быстро найдет. А вот работы у нас всегда хватает. Вы сами знаете. Это точно. А он вообще здесь? Да, с утра бегал по отделению, а сейчас в кабинете. У себя. Ну, как раз. Замечательно. Спасибо. Ой, подождите, пожалуйста. Все карты будут вести. Ты думаешь, что я не могу сказать? Устала, невозможность. Здравствуйте, здравствуйте. Да-да. Приказ раздать всем дежурным врачам. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вить, чего у тебя такое лицо? Я не вовремя? Ну, а чего ты не позвонил? Я не ждал тебя. Могла бы предупредить. Ладно, я ненадолго. Слушай, Вить, я не могу ехать в этот Верхний Волжск. Ну, неужели ничего нельзя придумать, а? Я очень хочу остаться. У нас на скорой нехватка. Я могу фельдшером временно. Ну, давай подумаем, а? Кир, ну, какая скорая? Ну, ты что? Во-первых, тебя там ждут, а уже все оговорено. Во-вторых, ну, я же тебе сказал, я тебя сразу заберу, как только все уляжется. Пожалуйста. Хорошо? Да. Привет. Ой, простите, я не вовремя? Нет-нет, а… Кира Владимировна, она уходит. Кира Владимировна? Потом, можем вечером решить этот вопрос? Можем? Простите, просто я знаю о том, что с вами случилось. Мне Витя все рассказала. Я сочувствую вам. Я Татьяна, жена Виктора Алексеевича. Это, конечно, большая трагедия, когда умирает ребенок, но знаете, что вашей вины в этом нет. И Витя, кстати, очень переживает, что пришлось вас уволить. Но, знаете, если бы вы работали, я обязательно бы рожала у вас. Ой, даже не верится. Мы с Витей десять лет пытались, где я только не лечилась. И в Германии, и в Израиле. И вот. Боже мой, Витя просто святой, что все это вытерпел. Тебя Завьялов идет в ординаторской. Иди, пожалуйста, ладно? Конечно. Прости, извините. Рада была с вами познакомиться. Завьяновна. Держитесь. Прости. Прости. Ты не у меня должен прощения-то просить, а у нее? Давай вечером по-человечески поговорим. А я не могу вечером. Я вечером в Верхневолжск уезжаю. О! Наш, по-моему, автобус. О! Наш, по-моему, автобус. Уважаемые пассажиры, в целях предупреждения возможности проведения террористических... Пир, ну что за настроение? Ну ты же уезжаешь не навсегда. Ты же по выходным в гости к нам приезжать. Да? А потом менять школу. Выпускно. Это же, ну, большая глупость. И потом, что там за школа в этом Верхневолжске? А Полине нужно готовиться к поступлению, да? Ну, нужны порядок, дисциплина. А этого ты же не сможешь ей обеспечить? Мамочка, мы с тобой тысячу раз это все обсуждали. Да, я с тобой полностью согласна. Именно по этой причине я еду одна. Вот именно, бабуля. Давай хотя бы сейчас без нотации. Так, я не поняла. У меня что, сердца нет? Вот лучше обними маму напоследок. Ой, ты здесь не можешь не покомандовать, да? Мамуль, я уже скучаю. Я тоже. Ладно. Уважаемые пассажиры, Кира, это не к тебе случайно? Время отправления 8 часов 40 минут, по техническим причинам задерживается до 13 часов 45 минут. Повторяю. Рейс 842, сообщение в Москва-Рязань, время отправления 8 часов 40 минут, по техническим причинам задерживается до 13 часов 45 минут. Я поговорить, объясниться. Мама твоя? Не твое дело, понял? Кирочка, я не думал, что все так получится. Я не должен был с самого начала тебя обманывать. Я люблю только тебя, поверь. Ты не трогай меня. Ну, я пойми, ну не могу я сейчас оставить Таню. А не надо никого оставлять. Ты мне столько времени врал, это немыслимо. Ты мне что говорил? Что вы давно не живете вместе, что она мотается по своим командировкам. А оказывается, она в это время лечилась, потому что вы очень хотели совместного ребенка. Да это не я, это она. Савельис, ты себя слышишь вообще? То есть она без тебя, что ли, пыталась? Ну, послушай, ну, пойми меня, я сейчас в очень сложной ситуации. Плевать я хотела на твою ситуацию. Ира. Понял? Иди ты. Уважаемые пассажиры, со второй платформы начинается посадка на рейс 635 Москва-Верхово. А кто это был? Никто. Не лезь не в свое дело. Кира, я надеюсь, ты ему все высказала? Пожалуйста, ответь мне. Да, мама, я высказала ему все. Ты довольна? Все, ладно, я поехала. Давайте. Пока. Пока. Звони мне, пожалуйста, чаще. Конечно, мама. Ты как устроишься, обязательно позвони. Хорошо? Ну, ладно. Ну, давай, Кирочка. Мам, ну, все, все, все хорошо. Счастливо, давай. Верхний пуск. Пошли. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Девушка, срочно позовите кого-нибудь, я вам роженицу привезла ДимаTorzok 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 Подожди секунду ДимаTorzok Д "'Але' ДимаTorzok ДимаTorzOья О, Наталья, тоже домой. Можешь подвезти? Нет, спасибо, Паша. Да мне не сложно, поехали. Да поезжай один, я тут жду кого-то. У Литину, что ли? До свидания. До свидания. Да. Так она ушла давно. Сергей Николаевич. Да, Наташа. Я еще раз хотела поблагодарить вас за бокалы. Да, мне стоило так тратиться. Наташа, хватит уже об этом. Всего доброго. Наталья, нет у тебя никаких шансов, и ни у кого из вас их нет. Он жену свою любит, другое дело, я свободный, легкий на подъем, всех своих женщин люблю, вот жаль не в твоем вкусе, можешь все-таки подвезти? Ну, подвези. Эх ты моя рыбонька. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Алло? Мамуль, привет. Как дела? Привет, Кирочка. У нас все хорошо. Расскажи лучше, как ты там. Что нового, как коллектив? Да нормально все, хороший коллектив. Только главврач мне не нравится, очень хмурый, бесконечно всем недоволен. Запомни, Кира, ты туда приехала не для того, чтобы дружить с главврачом. Делай свое дело и не расстраивайся по пустякам. Легко сказать, не расстраивайся. Я каждый день с ним вынуждена видеться, и каждый раз он дает мне понять, что я ему неприятно. Ой, и слава Богу, у тебя уже был один, которому ты слишком нравилась. И чем дело закончилось? Ой, мам, не начинай, пожалуйста. Кира, ты сама заварила эту кашу. Я тебя предупреждала, что служебные отношения ни к чему хорошему не приведут. И что? Я была права. И где ты теперь? Сидишь в какой-то тьму таракане? Все, хватит. Полинку позови меня, пожалуйста. А Полинки нету. Она на занятиях. На каких-то она занятиях? Ну, ты знаешь, она записалась на танцы. Будет только после девяти. Ну что, дорогая, все, я обязательно ей передам, что ты звонила. Целую. Да, целую, пока. Меня Кира Владимировна зовут. А вас как? Катя. Кать, самочувствие как? Живот очень болит. Оля, сопроводительный лист дай, пожалуйста. Привезла скорая с острой болью. Екатерина Смирнова, двадцать лет. Первая беременность? Конечно, первая. Ой, что же так больно? Можно мне обезболивающее сделать? Мне кажется, я не выдержу. У вас схватки, периодически тянущие боли, вполне естественно. Тянущие, она очень сильная, вот здесь. Господи, что это за синяк? Откуда он? А что, кто-то ударил? Нет, это я сама, сама. Я пару раз наклонилась, живот большой, я не привыкла. Ясно, вытирайтесь. С давлением что? Пониженная. Оль, давай ко мне в седьмую палату оформляй, ее полное обследование проведем. Что-то серьезное? Пожалуйста, можете меня не обманывать? Я такая мнительная, что я буду себя накручивать. А вот не надо себя накручивать раньше времени, все хорошо. Давай оформляй я сейчас. Хорошо. Ох, Боже мой. Антон Васильевич, вы у меня амбулаторные карты приготовьте, я после обеда заняду. Сергей Николаевич, можно срочно извините? Да. Что у вас? Пациентка поступила. Я подозреваю разрыв матки, нужно полное обследование. Какие у вас основания? Мне симптомы не нравятся. Болезненные схватки, бледность. Я интуитивно чувствую. Кира Владимировна, до половины рожениц, так переносят схватки. Сергей Николаевич, у меня недавно был такой случай, во время потуг случился разрыв матки. Разошелся шрам от предыдущего Кесарева, мы уже ничего не могли сделать. А здесь тоже Кесарева? Нет. Девочка молоденькая, беременность первая, но она несколько раз травмировала живот. Теоретически тупые травмы могут нарушить целостность матки. Травмы серьезные? Ну, сложно сказать на первый взгляд, поэтому на всякий случай я бы просто... Так, Кира Владимировна, я прекрасно понимаю ваши опасения, но мне нужны более весомые доводы, а не только ваши личные страхи и комплексы. Я, конечно, не гинеколог, не имею права лезть в вашу работу, но и вы меня тоже поймите. Я, как заведующий отделением, должен контролировать расходы, а ее страховка не покроет наших расходов. Я доходчиво объясняю. Вопрос можно? Конечно. Сергей Николаевич, я вам не нравлюсь. Да, вы мне не нравитесь. Вас навязали из Москвы, и мне известно обстоятельства вашего увольнения с прошлого места работы. Кира Владимировна, у вас может быть свой взгляд на случившееся, но меня он не интересует. Для меня вы останетесь плотным врачом, по вине которого погиб ребенок, и которого сослали в мою больницу. И как вы после этого хотите, чтобы я к вам относился? Да. У вас все? Да. Тогда идите и работайте. Почему так больно? Боже! Почему больно? Катя, Кать, нам нужно… Как же больно! Можно водички, пожалуйста? Нет-нет-нет, нет, моя дорогая, надо потерпеть. Сейчас точно нельзя. Прости, надо потерпеть. Нам нужно небольшое обследование. Что-то серьезное? Все хорошо. Это не больно, не страшно. Идти сможете? Нет, очень больно. Мамочка! Ой, девочки, помоги, пожалуйста, коляска нужна. Все-все-все, спокойно дыши, не дергайся, спокойно, глубокий вдох. Вообще, кем работаете? Официанткой работаю. Я же первое время вообще не думала, что я забеременела. У меня ничего видно не было. Физический труд, давайте, давайте скорее. Да, пришлось. По несколько смен еще брала. Пожалуйста. На самом деле, ничего сложного. Давай, обслуживай клиентов. Пока они едят, отдыхай, хуже было, когда отправляли на приемку товара. Там я почувствовала первый раз боль. Почему к врачу не обратились? Не знаю. Потому что потом все прошло. Ну, понятно, как обычно. Мамочка! Реши спокойно. Нет, не нервничай. Нет, не нервничай. Все хорошо. Натуль, в какой она палате? В 406. Я понял. Ой, Павел Павлович, слушай, минутка есть? Ну, конечно. Неужели у нас сегодня с тобой свидание? Ой, ну хватит. Мне очень нужно пробить направление на обследование. Без очереди. Подскажешь, как. О, для этого нужна подпись самого крутого. А это сделать, ох, как непросто. Очередь на месяц расписана. Без него вообще никак? Нет. Почему? Можно устроить восстание, сместить власть, тебя назначить главврачом. Тогда наши шансы увеличатся. Очень смешно, спасибо. Кира Владимировна, ну подожди. Ну что, уже пошутить нельзя, что ли? Тебе что, так прям срочно нужно? Вопрос жизни и смерти? Именно так. Ну, обратись к Наташке на пост. Она все может. Она же твоя соседка, она, думаю, не откажет. Чего? Я не подумала. Спасибо. Все что угодно для тебя. Наташа, слушай, скажи, а реально получить направление на обследование без подписи Крутого? Ну, смотря какое. Если белок, мочи или кровь на эритроциты, вот направление напиши сама. Да нет, мне посерьезнее нужно и подороже. Ой, посерьезнее не получится. Его за каждую копейку трепят, а он нас. Никак. Ну, а что делать, если это действительно важно и срочно? Ну, я сочувствую. Черт. Кирочка, а ты можешь минуточку постой, ладно? Ага. Свет, а? Стой. Ты на Быстрого сдала деньги? На Эбелее? Нет. Ну, здрасте, а ты пойдешь сама? Да, пойду. Ну, так сдай. Хорошо. Я буду на госту. Не забудь. Я не забуду. Представляешь? Что? Поручили мне собрать деньги на Эбелее Быстрого. Ты пойдешь сама? Не, я его не знаю совсем. Что, у нас гуляет весело? Да, я не сомневаюсь. Так. Наташа, вот. Ага. Спасибо. Только что поступила. Сейчас запишу, подождите, не все сразу же. Алло. Оленька, доченька, ну еле дозвонилась до тебя. Ой, мамулечка, привет. Привет. Привет, моя хорошая, как дела у тебя? У меня все хорошо, мам. Учусь нормально, ем тоже. Ну, бабушке не забалуешь. Это точно. Я так соскучилась по тебе, это просто какой-то кошмар. Я тоже по тебе скучала. Поль, привет. А ты когда к нам вернешься? К сожалению, не скоро. Может, ты ко мне на выходные приедешь, а? Нет, у меня никак не получается, к экзаменам надо готовиться. Оль, ну сколько можно? Поехали. Оль, ты с кем там говоришь? А, это Вика, мы вообще заниматься идем. Ой, передавай ей огромный привет. Да, хорошо. Вика, тебе привет от мамы. Все, мам, мне пора, целую. Ладно, давай, пока. Кира Владимировна, все готово. Девочку уже отвезли в палату. Вот результаты обследования и оценка состояния плода. Так что у нас тут? Низкий гемоглобин, превышение верхнего предела лейкоцитов. Так. Чего ты раскричал, я с мамой разговариваю? Ты что, ее боишься или что? Кого не боюсь, вообще она сейчас в другом городе. Ну так вот и отлично. У нас будет много времени. Поехали ко мне поговорим. Ну, поехали. Пойдем. Садись. Катя, мы диагностировали начинающийся разрыв матки. Так что мы готовы сделать кесарево. Мы диагностировали вовремя, так что все будет хорошо. Я не хочу кесарева. Естественные роды просто невозможны. Это прямая угроза для тебя, для твоей жизни и для жизни твоего ребенка. У нас выборы нет. Я не хочу кесарева. У меня останется шрам. Слушай, ну шрам это последнее, о чем ты сейчас должна думать. Я не хочу. Зачем мне жить, уродка? Я не хочу этого ребенка. Так, послушай. Многие при стрессовой ситуации говорят ерунду изгоряча, что они не хотят ребенка, что они ненавидят своего мужа. Мне нужно, чтобы ты подписала согласие. Вы будете делать мне ее. Да. И я обещаю тебе, все будет хорошо. Я согласна. Мамочка! Красавица. Оль. Да. Тупфер сушим. Все хорошо? Да. Шьем. Пинцет. Давление? В норме. Ну что там? В восемь-девять по шкале Абгар. Отлично. Да. Хорошо, что все обошлось. И мамаша, и малыш в полном порядке. Вовремя диагностировали. Я серьезно. Я думал, что все будет хуже. А тут такая красота. Да. Хорошо, что круто все успел подписать. Что? Ничего. Да. До свидания. До свидания. Кира Владимировна, постойте. Вы почему на телефонные звонки не отвечаете? Я вас весь день ищу. Я, видимо, забыла звук включить. У меня экстренное Кесарево было. Диагностировали разрыв матки. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом мы поговорим. Пойдемте ко мне в кабинет. Натуль, ну как там у вас все прошло? Отлично. Можно даже сказать, идеально. Малыш богатырь, мама тоже в порядке. Кира Владимировна на такие швы накладывает. Да. Тебе поучиться. Повезло нам, что она все-таки решила эту Москву бросить, да? Да, она профи. И этот разрыв вовремя диагностировала. Ну, знаешь, твоя заслуга здесь тоже есть. Ты же ей с направлением помогла. Ты о чем? Ну как? Она обратилась ко мне, я ее отправил к тебе. Я что, сумасшедшая? Да Крутов за такие дела уволить может. Подожди, она что, сама что ли подписала? А твое какое дело? Она ребенка спасла, и я тебе ничего не говорила. Ну ладно, ладно. Натуль, не шуми. Да могла бы не предупреждать. Ну что ты в самом деле, Наташа? Все. Кира Владимировна, вы действительно хотели скрыть от меня этот подлог? Это моя больница. Все, что здесь происходит становится мне известно. Вам ясно? У вас и так уже есть одно служебное расследование. Хотите еще одного? Вы подделали мою подпись на официальном документе. Как вам вообще такое могло прийти в голову? Вы знаете, ситуация была срочная, боялась не успеть. Сергей Николаевич, я понимаю, что формально я виновата. Но по сути-то я была права. Мы же просто теряли время, ребенок мог умереть. Я вообще не понимаю, почему я перед вами вынуждена оправдываться. Если бы вы тогда меня выслушали, мне не пришлось бы ничего подделывать. Вы вообще понимаете, что я спасла жизнь этой девочки и ее ребенку? Если за это нужно ответить увольнением, не вопрос, давайте я прямо сейчас подпишу заявление об уходе. Не надо. Ну, в принципе, да, вы можете уволить меня и по статье. Нет. Я хочу перед вами извиниться. Вы молодец. Вы сумели настоять на своем и тем самым добились результата и спасли две жизни. Я редко хвалю своих сотрудников за хорошую работу, но сегодня вы заслужили. Зря. Что зря? Зря сотрудников не хвалить. Знаете что, хорошо работать — это наша обязанность. Кира Владимировна, я был не прав. Вы помогли избежать трагедии. Спасибо. Все, вы можете идти домой. Отдыхайте до завтра. До свидания. До свидания. О, привет. Физкульт, привет. Откуда у тебя силы бегать берутся? Ты на работе не умоталась? Не умоталась. А откуда тортик? Что за повод? Повод замечательный. Обалдеть. Ничего себе. Слушай, ну мне после пробежки тортик, конечно, самое то. Здравствуйте. Вы не закрывайте, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо. Добрый день. Ну вот наша мамочка. Пойдем, поздороваемся. Катюша, как ты? Тошнит немного. Это от наркоза. Смотри. Смотри, кого я тебе принесла. Какой богатырь ты получился. Посмотри, на тебя похож. Вылитый. Уберите его. Давай. Давай, подержи. Унесите. Я не хочу его видеть. Подержи его. Уберите его. Катюш, ты чего? Ну, отдыхай, отдыхай. Завтра. Завтра познакомимся. Завтра. Серьезно, так и сказал. Я дурак, а вы меня спасли. Нет, я не верю, чтобы Крутов назвал себя дураком. Ладно, насчет дурака я, конечно, приврала, а в остальном все чистая правда. Ты знаешь, мне даже показалось, что он, в общем-то, и неплохой. Показалось? Да он лучший. Ты вообще много начальников видела, которые признают свою вину перед подчиненными? Честно, ни одного. Ну, а я о чем? Все равно мне непонятно, как он узнал? Ну, Кира, ну, мало ли, слушай, да он же каждый вечер звонит в больницу. Он же жутко дотошный. Да. Вот позвонил, и ему сказали, какие обследования проводились. Кто-то так познал. Да? Алло, Кира. Я просто хотел тебя услышать. Не разбудил? Нет. Ну, я так и подумал. Ты всегда была поздней пташкой. Помнишь, как мы с тобой до трех ночи по бульварам гуляли? Вить, ты чего звонишь ты мне? Я, Кира, хочу все вернуть. Я только сейчас осознал, как ты мне дорога. Я обманывал тебя, а это было неправильно. Витя, а ты шептом разговариваешь, чтобы жену не разбудить, да? Кир, ну не начинай. Спокойной ночи, не звони мне больше никогда. Кир. Кир? Это кто был? Ай, неважно. Кир, ну колись. Что, бывший? Знаешь что, это все давным-давно в прошлом. Впереди у нас только будущее. Ну, а в самом ближайшем будущем у нас с тобой смена тяжелая. Так что давай закругляться. А то завтра не поднимемся. Давай. Все. Спать. Спать. Ой, Танюш, ты чего не спишь? Ей захотелось. А-а. А ты кому звонил? А-а-а, а я по работе. Ну ладно, я пойду, мне спать пора. Вставать рано. Давай. Хорошо, я поняла. Так. Сейчас к маме пойдем. Здравствуйте. Здрасте. Знакомиться. Ты мой золотой. Ты наш золотой. Та-та-да. Вот. А вот и мы покушать пришли. Катюша, полегче стало? Зачем вы его принесли? Унесите, я не хочу его видеть. Унесите его. Катюша. Кать, покормить надо. Нет. Теть Валь, что тут у вас? Зачем она его приносит? Я же сказала, я не хочу его видеть, я отказываюсь. Что значит отказываешься, Кать? От него. Я сразу сказала, что я не хочу этого ребенка. Так ты подожди, подожди, Катюш, ты не горячись, пожалуйста. О твоем ребенке речь идет, ты чего? Только не нужно этого. Я все давно сама решила, я никогда не хотела этого ребенка. Ну зачем рожала? Потому что… Потому что он говорил, что мы поженимся. А потом сбежал, только его и видели. А аборт делать было уже поздно. Катя, ты знаешь, я… Я на самом деле понимаю, что тебе сейчас тяжело. Тебе страшно, больно. На то, что действительно хочешь, чтобы твой родной сын оказался в детском доме. Я выросла в детском доме и ничего. А его кто-нибудь усыновит. Вы же сами сказали, что он здоровый, крепкий. Да он очаровательный мальчишка, посмотри. Ну, значит, точно усыновят. Да ты посмотри на него, на руки возьми. Я не хочу, оставьте меня, унесите его. Ох, бедный ты малыш. Тетяна. Эх, мамочка ты, мамочка. Пойдем, миленький. Пойдем. Слушай, я не буду на тебя давить. У тебя есть время подумать. Давай, приходи в себя. Короче, был у нее какой-то мужик в Москве. Ну, я так поняла, что там все кончено, поэтому путь свободен. Спасибо, Анатуль. Да не за что. Слушай, а если она тебе так нравится, зачем на нее Крутова настучала? Ты о чем? Да ладно. Ты что, на подпись его подделала? Вчера здесь были ты и я, я не закладывала. Угадай, кто остался? Ох, Анатуль, Анатуль, ничего ты от тебя не скроешь. Только, знаешь, я не настучала, как ты говоришь, а своевременно поставил начальство в известность. Вот. Так зачем? Ну, я подумал, нарушение серьезное. Могут быть последствия. А Крутова лучше знать, когда такое ЧП происходит в отделении, да? Да. Слушай, ну признайся, что ты боишься, что она твое место займет. Ты с ума сошла? Она здесь без году неделя, ей ничего не светит. Да, но она уже не разблеснула. Не говори, хорошо? Она мне правда нравится. Если не будет на твое место метить, да? Посмотрим на твое поведение. Ну, я понял, с меня презент. А лучше два. Кира, привет. Привет. Кира, что-то случилось? Кира. Девочка, у которой разрыв был. От ребенка отказывается, представляешь? Да ты что? Да. Славный такой. Малыш, горластый. Я сегодня ночью дежурил, он всему отделению спать не давал. Девчонка молодая? А сколько лет-то? Двадцать, по-моему. Ну, делов-то. Может, чего поумнеет, а? Может, и поумнеет, только поздно будет, ты же понимаешь. Жалко, конечно, пацана, но а что мы можем? Кирочка, ну, ты все сделала. Спасла жизнь ей и ребенку. Теперь все. Отпусти и забудь. Кира, слушай. Может, сегодня после работы махнем куда-нибудь? Ну, посидим, ты что-то совсем расклеилась. Палыч, посидим как-нибудь. Просто не сегодня, ладно? Ну, ладно. На это что-то. Да. Ну, это валочка. Вот они. О-о-о, я все снимаю, снимаю. Вот это красота. Молодец, молодец, молодец. Катя, решила все-таки, да? Ты понимаешь, что ты всю оставшуюся жизнь будешь об этом жалить? Может быть, не нужно меня стыдить. Я не собираюсь о тебе стыдить. Я просто хочу, чтобы ты еще раз подумала. Кать, ну, ты сама без родителей выросла. Ты своему ребенку такой же учить хочешь? Он уже не мой. Я написала отказ от него, все. У меня не было нормального ребенка. У меня не было нормального детства. Может быть, хоть сейчас поживу для себя. Извините, мне пора. Привет. Не волнуйся, милая. Все будет хорошо. С ребеночком будет хорошо. И с тобой тоже будет хорошо. Вот давай, деточка. Твоя палата. Давай, миленька. Будете на ванна. Иди, иди, миленька. Так, у Литина где? Не знаю, Сергей Николаевич, где-то здесь была. Хорошо, где-то здесь, это конкретно где? Ну, может, в ординаторской? Вы издеваетесь? Вот именно, как раз там я и не смотрел. В детскую зайдите, она иногда туда заходит. А что она там делает? Вы девушку молодую Катю помните из 10-й палаты? Конечно помню, там ребенок чуть не умер. Вот. А Кирочка Владимировна его спасла. Да. И теперь навещает его. Иногда. Да понял я вас, понял. Спасибо. Привет. 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 Поехали! Привет. Привет, малышостик. Привет. Кира Владимировна, господи, наконец-то нашёл вас. Я искал вас по всей больнице, а вы у нас, оказывается, ещё и не анатолог. Вы что здесь делаете? У нас от мальчика сегодня отказались. Я знаю. Я как раз по поводу этого ребёнка. Ко мне пришли из органов опеки, и необходимо ваше присутствие. Требуется ваша подпись на документах, поэтому пойдёмте ко мне в кабинет. Почему так быстро? А чего тянуть-то? Мать отказ написала, ребёнок в медицинском наблюдении не нуждается. Чего ему здесь делать-то? Бедный мальчишка. Вообще никому не нужен. Родители от него отказались. Мы его вот так запросто. Ну что, тихо-тихо. Кира Владимировна, ну что вы? Ну да перестаньте вы. Ну всё. Ну успокойтесь. Всё-всё-всё-всё. Всё-всё-всё будет хорошо. Всё? Всё-всё. Ну тогда пойдёмте. И не волнуйтесь, всё у вас будет хорошо. Завтра на УЗИ, с утра ничего не пейте. Хорошо. Договорились? Да, конечно. Спасибо большое. Ну и замечательно. Спасибо. На, ты же привет. Привет. До свидания. Анатолий, подожди. Вот. Что это? Что такая хмурая сегодня? Не твоё дело. Может, откроешь? Это мне? Да на этот концерт же билеты не достать. Я даже в прошлом году не попала. Всё для тебя. Слушай, Шаров, а с чего такая щедрость? Ты же даже на дне рождения не скидываешься. А, первый взнос для реабилитации. Не волнуйся, не сдам я тебя у Литиной. Анатолий, ну давай без прозы, я же от чистого сердца. Ты это пациенткам своим заливай, а билеты я возьму. Так. Так, вот медицинская справка. Это заявление. Всё в порядке? У ребёнка всё хорошо, со здоровьем? Почему она отказалась? Наркоманка? Нет. Просто плохая мать. Мальчик абсолютно здоров. Всё понятно. С документами всё в порядке. Благодарю вас. Всего доброго. До свидания. Вот и всё. Бедный, несчастный ребёнок. Ну надо же, такого ребёнка бросить. Я не знаю, что… Подождите. Да? Что такое? Можно поговорить? Есть минутка у вас? А, Катюш, ты с ребёнком иди к машине? Потихонечку. Иди. Что будет теперь с этим мальчиком? Ну, как обычно, сначала дом малютки, потом детский дом, если, конечно, никто не усыновит. А что нужно сделать, чтобы усыновить? А что, у вас есть желающие? Ну вот, допустим, я захочу его усыновить. Ну это замечательно. Вы знаете, для начала надо написать заявление, а потом предоставить документы, информацию о себе, что не были судимы, не было психических заболеваний. Приходите ко мне в опеку, я вам список дам. Хорошо. Потом заявление ваше рассмотрят, конечно, но я думаю, у вас не будет проблем, потому что у вас совершенно замечательная профессия. Вы замужем? Нет. Ну это проблема, конечно. А жильё? Да, у меня есть квартира, правда, в Москве, я там же и прописана, и у меня мама пенсионерка, она может помогать с ребёнком. Сейчас, сейчас, где живёте? На служебной квартире, в комнате, но эта ситуация, она буквально на несколько месяцев, я скоро переезжаю обратно. К сожалению, ваши жилищные условия мы сейчас будем рассматривать, и комната в коммуналке не подходит. Ну вот что, вы решите вашу проблему и приходите ко мне. Я вас буду очень ждать. Спасибо. До свидания. До свидания. Да. О, Господи, аж ты меня напугал. Кира, да ты так не переживай. Всё будет хорошо, да? Ты что, с ума сошёл? Ты чего? Я знаю, что всё будет хорошо. Да. Наташа, здрасте. Здравствуйте. Наташа, я сегодня останусь на дежурстве, вы подготовьте мне медсправки вновь поступивших, и назначение лечь врачей, подшиете туда, хорошо? Да, всё сделаю, Сергей Николаевич. Так, ещё, а девочек на пищеблоке тоже предупредите, что я остаюсь. Пусть оставят что-нибудь поесть, хорошо? Вот. Что это? Оладушки на кефире. Я сама готовила, домашние. Ну, на больничных харчах особо не разгуляйтесь. Спасибо, Наташа, не надо. А вы знаете, что на кухне всё на жиру готовят? Вы так язву быстро заработаете, а вы… Оставьте. Я прошу вас, предупредите, пожалуйста, всех врачей, что завтра перед обходом будет пятиминутка. Да, всё сделаю. Знаете что, Наташа? Я не голодаю. А вашу заботу, пожалуйста, оставьте для пациентов. Что вы сейчас? Час раздачи лекарств? Да. Так вперёд. За работу. Так. О! Алло! Привет, мамуль. Как дела? Хорошо. Все живы-здоровы. Как ты? Что новенького? Да ничего, работаю. Привыкаю потихонечку. Полинка как? За Полину можешь не беспокоиться. Совсем другим человеком стала. Она после школы танцами занимается. Домой приходит уставшая, голодная, ест за обе щеки. Про свои дурацкие вьеты даже вообще не вспоминает. Да ты что? Я не верю, мам. Ну, как ты не веришь? Думаешь, я вру, что ли? Ну, и как тебе это удалось? Ну, дорогая, я всё-таки педагог с сорокалетним стажем. Так что кое-что ещё могу. А Полинка девочка не глупая, старательная. Знаешь, она как только перестала чувствовать опеку с твоей стороны, сразу всё встала на свои места. А, ну, то есть это хорошо, что я уехала, да? Ну, Кир, я такого не говорила. Не начинай… Ой, мам, ты не начинай. Полинку дай мне, пожалуйста. Ну, я ж говорю, она на танцах. На занятиях сейчас. Ну, что, прям каждый день, что ли? Ну, да. Ну, ладно. Я ей на мобильный тогда позвоню. Давай, целую тебя пока. Целую. Пока, доченька. Ну, что, куда поедем? Ну, не знаю. Давай в кино. Хочешь в ресторан? Можно. Поедем? Не отвечай. Я не могу, это мама. Да, мам. Полинка, привет. Я тебя не отвлекаю? Не-не, всё нормально. А я с бабушкой только что разговаривала. Она сказала, что ты танцами чуть ли не каждый день занимаешься. Я очень-очень рада за тебя. Полин, я тебя спросить хотела. Слушай, я понимаю, что это не телефонный разговор, но мне к тебе неожиданный вопрос. Он чисто теоретический. Ну, давай только быстрее, мне некогда. Хорошо, только не нервничай. Ты как бы отнеслась к тому, что в нашей семье может появиться малыш? Мам, ты что, беременная? Серьёзно? Как тебе только такое в голову пришло? А бабушка знает? Не-не, ты меня неправильно поняла. Это чисто теоретический вопрос. Ну, ладно, я не против. Только если ты не будешь на меня всё время его скидывать. Поля! Сейчас, секунду. Мамочка, ладно, мне уже пора. Давай, целую. Пока. Чего так долго? Ой, уже около одиннадцатого. Поехали? Ну да, ну детское время. Поехали домой, меня бабушка убьёт. Ну, поехали. У тебя как обычно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здрасте Да, Федя Алло Алло, Сергей Николаевич Ты, ты у себя уже? Да ты спокойно, что? Что с Леной? Так, я понял, сейчас буду Черт Хорошо, хорошо сейчас Лена Лена! Лена, 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 что случилось? Серёж, Серёж Мы попали в аварию, попали в аварию Это был просто какой-то кошмар Столько крови! А время лететь из окна Посмотрю дай И когда был в сознании, сказал, что не чувствует ног Это плохо, да, Серёж? Так, Лена, ты тоже была в машине? Тебя уже осмотрели? Ты же будешь его оперировать, да? Нет, Лена, нет, я не могу, я… Нет, Лена, я уже год не практиковал. Федя, Федя очень хороший хирург. Он, он сделает все. Пусть он спасает твоего Андрея. Трудо! Быстро, в хорошем хирурге. Я знаю, он сделает все, что может. Лена, 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 Каждый должен заниматься своим делом. Федя будет делать операцию. Ты, подонок! Ты, ты мне, ты меня смстишь! Крутов! Серёжа! Крутов! Да стой же! Я прошу тебя, прости меня! Ну что, тебе сейчас меня надо, а? Я знаю, ты не стал бы ему мстить. Пожалуйста, прости, прости меня. Встань! Встань! Люди смотрят! Спасибо! Я не смогу без него жить, если он умрет. Спасибо, пожалуйста. Лена, Господи, да сколько же это будет продолжаться-то, а? Пожалуйста, спасибо. Встань, я сказал! Спасибо, пожалуйста. Спасибо. Так. Ну? Ну? Ну, что скажешь, ассистент? Может, ты не видишь, что ли плохо все? Ну, эти осколки мы достанем, а вот… Тут все очевидно. Заденем артерию — он умрет. Ну, значит, попробуем ее обойти. Ты что, сбрендил? Как ты ее обойдешь? Да не паникуй, Федя. Не паникуй. Кому же я обещал? Кому ты обещал? Своей бывшей жене? А может, ты ее отомстить хочешь? Сергей, это безумие. У тебя не получится. Федя, это ее выбор. Нам нужно достать осколки, и тогда он возможным будет ходить. Либо умрет. В лучшем случае, до конца дней останется в инвалидном кресле. Ты как главврач должен это понимать. Ему сорок лет. У него вся жизнь впереди. Он женится. Собрался, ты понимаешь? У нас есть шанс. Давай попробуем, а? Это какая-то авантюра. Ты не сможешь достать осколок, не задев артерию. Смогу. Если хочешь, бери ответственность на себя. Я не согласен. Так, я беру ответственность за операцию на себя. Все слышали? Тогда приступай. Смотрите за показаниями. Ну что стоишь? Будешь ассетировать. Зоя, зажим. Если б своими глазами не увидел, не поверил бы. Я тебя поздравляю. Туешь, прости меня, что я сомневался в самом начале. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Состояние стабильное. Нужно еще понаблюдать за ним. Ну, в общем, организм исправится. Пациент жив. Пациент будет ходить. Доктор Крутов совершил чудо. Федя. Сережа. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Ты. Ты нас обоих спас. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо тебе. Он жив. Все хорошо. Спасибо. Спасибо тебе. Он жив. Все хорошо. Я устал. Извини. И что, у вас прямо вся больница беременных? Скучно, наверное. Да нет. Вовсе нет. Для меня же только работа. Но сегодня же мы скучать не будем, да? Ты мне не дашь скучать? Слушай, я знаю одно такое чудное местечко. Пойдем? Конечно. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич. Что с вами? Что случилось? Вы чего здесь делаете? Ночь натворил уже. Идите домой. Домой идите. Идите домой. Может, рюмочка со мной? Нет, нет, я не хочу. Вам тоже уже не надо. Серьезно, Сергей Николаевич, ну прекращайте. Нет, я сказал. Ну что вы, господи. Тихо. Откуда у вас эта манера-то, а? Ну откуда вы думаете, что все знаете, а? Сереженька, веди себя нормально. Сереженька, не урони свое лицо. Сереженька, оставайся человеком. Я так не говорила. Вы не это, она да. Вы все женщины одинаковые. Она год назад от меня ушла. Ненавидит меня за то, что я развод не даю. А сегодня пришла, говорит Сережа. Сереженька, Сереженька, ты, говорит, самый лучший. Вы, вы в курсе, что я сегодня очень сложную операцию провел? Быстро засомневался, я тоже сначала переживал. Он, знаете кому, любовнику своей жены. Вот такая вот ирония нашей профессии. Представляете? Она ушла к нему год назад. Я его даже в лицо не видел. Я думал, я его встречу не убью. Она же ради него на колени вставала. Ради вас кто-нибудь на колени вставал? Нет. Вот ради меня тоже. А она ради него сегодня вставала. Там же, там же нет ничего. Ну, он ведь такой невзрачный. Трудно рассмотреть-то не нужно. Все, я пойду. Куда? Ну, куда? Ну, не надо. Ну, зачем в таком состоянии, Сергей Николаевич? Ну, куда вы? Зачем? Он уже отошел от наркоза. Лена наверняка, я вам с ним. Тише, 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 ну. Ну, что? Что тише? Я пойду и скажу им. Скажу, что я все понял, понял. Если у вас, если у них такая любовь, то хорошо. Хорошо, я дам им развод. Дам. Я им скажу совет вам за любовь. Ну, что еще там? Вы не понимаете, что вам нельзя в таком состоянии куда идти? Вас же сейчас могут увидеть. Да мне плевать. Вы понимаете, плевать. Господи. Мне остыдиться нечем. Хотя, я думаю, что вы так не считаете. Нет, я так не считаю. Я считаю, что вам срочно надо ехать домой. Приводить себя в порядок, а потом уже разговаривать с кем хотите. Все, все. Ну, тише, ну, что вы. Я сейчас ваши вещи принесу. Портфель под столом. Вот тише, Сергей Николаевич, да что же он? Ну, почему вы мне не дали, куда пойти? Завтра все скажете. Адрес какой у вас? Зеленый проспект, 22, квартира 178. Зеленый проспект, 22. Садитесь. 187, квартира. Сберемся на месте. Давайте уже. Все. Да, поехали, поехали. Да, 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 поехали. Паш, привет. Можешь говорить? На ты, что случилось? Слушай, а ты случайно не с Кирой? Случайно не с Кирой, а что? Просто ее еще дома нет, и она трубку не берет. Не знаю, подумала, что может у вас свидание. Я понятия не имею, где она. Знаешь, мне сегодня совсем другие интересы. Что так? Прошла любовь? Знаешь, возни с ней много. Странная она какая-то. Вот он, мне кажется, что Крутов на нее глаз положил. В смысле? Это подожди. Нет, не может быть. Паш, ты что-то знаешь? Я сказал, что мне кажется. Знаешь, забудь о том, что я говорил. В любом случае, мне с Крутовым ссорятся сейчас. Низ руки. Все, пока. Паша! Паша! Ну что, Буся, а? Вообще, тяжкие, а? Тихо, тихо, тихо. Благодарю вас. Тише, 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 господи. Кир, Кир Владимировна, я вас очень прошу. Вы только на рабоченьком не говорите, что я так... Да не скажу я, конечно. Спасибо. Пойдемте, вам лечь надо. Давайте. Аккуратненько. Опа. И поесть, наверное, да? Сейчас я чай крепкий заварю. Вон туда, на диванчик, ложитесь. Пейте. Ну что вы делаете? Сергей Николаевич, дайте сюда. Ну что, ну прекратите. Зачем она здесь? В таком состоянии очень много глупостей можно сделать. Был у меня такой опыт. Да ладно, серьезно, что ли? Да. Когда муж из семьи ушел, я вот примерно в таком же состоянии решила избавиться от прошлого. Порвать все совместные фотографии. Так мало того, что я фотографии с ним порвала, но еще и студенческие за чем-то заодно. Где я была со своими однокурсниками. А мне везде бывший мерещился. Так вот теперь у меня ни одной приличной фотографии нет. Вы знаете что, вы проспитесь, а потом вырвите, выбрасываете все, что хотите. А вас тут тоже бросали, что ли? Конечно бросали. А чем я хуже вас? Вы все такие, такие правильные, просто прям мечтами женщины. Бросали. А потом я поняла, что это не самое страшное, что может в жизни произойти. Да? Так что может быть страшнее? Страшнее, когда врут. Когда твой близкий человек каждый день смотрит тебе в глаза и врет. Вот это действительно страшно. Лучше бы он меня бросил, просто честное слово. Так больнее просто, понимаете? Сергей Николаевич, поднимайтесь. Че-че-че, все хорошо. Давайте, давайте на диванчик. Аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Все, все. Вот так. И на подушечку. Все. Хорошо. Поехали. Поехали. О, привет! Привет! Так поздно, Кир! А ты чего на звонки не отвечаешь? Я же волнуюсь! Ой, прости, пожалуйста, я, наверное, не слышала. Занята была? Ну да. А с кем? Да, там. Помочь надо было одному человеку. Крутову? При чем здесь Крутов? Просто знакомый парфюм. У Крутова такой же. Ты знаешь, Наташа, а я к Крутову не принюхиваюсь. Да? Мам, ты чего? С Полинкой что-то? С Полиной как раз таки все хорошо. А вот что ты... Что? Ты что, беременна? Что? Здрасьте. Здрасьте. Ты с ума что ли сошла? Ты чего такое говоришь, пойдем вон в комнату? Куда? Что ты несешь, мам? Ты что, рожать собралась? Совсем уже с ума сошла в таком возрасте? Я ничего не понимаю. Я не понимаю, мам, ты что? Я просто в шоке. Я же не враг тебе. Ты почему мне-то ничего своей матери родной не сказала о беременности, а? Кира, ну как так можно? Алло, привет. Ты на дежурстве? Кира, у тебя ни квартиры, ни работа нормальной. Да тебе жизнь свою надо налаживать. А ты рожать собралась? Мама… Нет, я всегда знала, что ты слабохарактерная. Но чтобы ты была до такой степени безответственная, это ж уму непостижимо. Нет, я… Я, конечно, понимаю. Ты же просто… Ты перекладываешь одну проблему на другую. Это же не собаку завести, чтобы отвлечься. Это же… Это же ребенок. Кира. Я понимаю, только я не понимаю одного. С чего ты решила, что я беременна? Да мне Полина сказала. Вот прям так и сказала? Нет, ну не так сказала. Она сказала, что вы говорили о ребенке. Ну а что это могло означать? Это могло означать, что я хочу усыновить ребенка. Что? Да, мам, усыновить. Маленького мальчика. От него мама в роддоме отказалась, сейчас он в доме малютки. Часу, часу не легче. Но это не завтра произойдет. И не сегодня. Ты знаешь, сколько там всего нужно еще? Тон бумаг собирать. Доказывать хорошие жилищные условия. Вообще не факт, что получится. А ты уже нервничаешь. Кир, я… Я тебя не понимаю. Зачем? За тем, что мне это очень надо. Мне лично это очень надо, в первую очередь. Понимаешь? Я тут… Вкусненького тебя привезла. Знаю, что готовить тебе некогда. Небось, с утра дуночь со своими беременными. В роддоме носишься. Вот. Мам. Мам. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич! Что, Наташа? Что такое? Мне тут билеты на концерт подарили. Два билета. Завтра выходной. Может, сходим? А… Господи, Наташа, извините, ради Бога. Просто сейчас действительно так много работы. Не до концертов. Правда. Найдите кого-нибудь из отделения. Вместе сходите. Простите, Наташа. Ага, спасибо. Кирочка, столько потрясений, я даже не представляю, как я поеду. На автобусе. А ты не поедешь, мам. Я тебя очень прошу, в следующий раз, ой, простите, если ты решишь меня спасать, предупреди меня об этом, пожалуйста, хорошо? Ты издеваешься над матерью, а я всю ночь не спала. Смеешься. Давай, я на работу опаздываю. Кирочка, подумай, а, ну куда ребёнок сейчас на твою голову? Мам, я разберусь. Я уже взрослая, да? Давай, пока. Полинку от меня целуй. Все. Ну, пока. Доброе утро, красавица. Привет. Напугал. Ну, как там, Кира Владимировна? Нашлась? Нашлась. Я не такое узнала. Какое? Наша Кира Владимировна оказывается беременна. Да ладно? Да. Я думаю, от какого-то я этого, московского. Хахали. Думаю, хорошая новость. Для кого? Для тебя. Если она уйдет в декрет, то не сможет претендовать на место завгинекологии. Ну, знаешь, для тебя это тоже неплохо. Мне-то что? Ну, да ладно, Наташа. Я же вижу, что ты на крутого глаз положила. Вряд ли он будет с беременной роман крутить. Для тебя это шанс. Паш, помоги. Ну, ты хитрюша. Хочешь, чтобы я сказал? А ты у меня в долгу помнишь? Ой, Анатоль, ну, ты как будто вчера родилась. Есть же выход попроще. Жопни санитарком, что Углитина беременна. И через полчаса молва дойдет до крутого. Да ты коварный. Равняюсь на тебя, Натуль. Паш! Здравствуйте. 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 Фух. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы-то мне и нужны. Сергей Николаевич, я тут планирую график отпусков на второе полугодие. Вы сами когда собираетесь? Да не знаю еще, пока не думал об этом. Ну, ладно, тогда потом. А вот насчет Улитиной. А что насчет Улитиной? Ну, непонятно, будет она в обычную отпуск уходить или уже потом сразу в декрет. В смысле? Ну, выяснилось, что она беременна. Это значит, нам нужно врача искать, нового для отделения. Знаете, хочется хорошего специалиста, а это, сами знаете, проблема. Да-да, Софья Ивановна, я пока не готов вам ничего сказать, я разберусь и вам сообщу. Хорошо, ладно, только обязательно потом, попозже. Привет. О, привет. Ну, как там дела? Спасибо, хорошо. Андрей пришел в себя, не хочешь к нему зайти? Нет, Лен. Я рад, что ему лучше и ты счастлива. А ты? Что я могу сделать, чтобы ты был счастлив? Только не говори, что хочешь, чтобы я вернулась. Лен, давай разведемся. Ты это серьезно? Ну, мне кажется, это лучшее, что мы можем сделать друг для друга. Спасибо тебе. Извините, пожалуйста, Сергей Николаевич, скоро обход, мы вас ждем. Да-да, конечно, иду. Лен. Пока. Пока. Лен. Здрасте, тетя Валя. Ой, здрасте, Кирочка Владимировна. Вас Крутов искал. Зачем? Что-то случилось? Да я не знаю, но он сегодня какой-то мрачный. Ладно, зайду. Еще, Кирочка Владимировна, я вас поздравляю. Девчонки мне рассказали. Я никому не скажу, удачи вам. Пойдемте, милая. Вы уже не спеша, потихонечку. Да-да. Сергей Николаевич, вызывали? Да, проходите, Кира Владимировна. Я хотел поблагодарить вас за вчерашнее. Ой, не за что. Да, и хотел попросить вас, чтобы вы не распространялись. Не сомневайтесь. Да, я не хочу, чтобы вы в больнице обсуждали мою личную жизнь. Я понимаю, конечно. А ты вчера наговорил, вам слишком много всего лишнего. Вы знаете, я тоже что-то разоткровенчилась с вами за компанию. Ну да, я помню. Ой, что вы помните? Вы практически сразу заснули. Ну, засыпал, но мысль уловил. Ясно. Да, у меня к вам вопрос по поводу вашей беременности. Вы когда собираетесь уходить в декрет? Я хотел, чтобы вы предупредили заранее. Господи. Что-то не так? Да какой-то бред. Мама вчера с этим же вопросом ко мне приехала. Сотрудники все кости мне уже перемыли. Теперь вот вы. Вы с чего взяли, что я беременна? Так в отделе кадров сказали. Ох уже и в отделе кадров знают. Сергей Николаевич, нет, я не беременна. Если буду, обязательно вам сообщу. Понял. Ну, тогда извините. Мне не страшно. Просто сами понимаете, текучка кадров или… Конечно. Понимаю. Заранее нужно графики составлять и… Ну, я пойду, а то у меня обход. Да-да-да, конечно. Вообще, как себя чувствуете-то? Бывало лучше. Ясно. Ну… Чистит сердечко у ребенка. Да. Вы поменяли рацион питания? Кира Владимировна, не получается. Просто у моего мужа маленький магазинчик, и он оттуда все самое вкусненькое мне тащит. А я ему отказать не могу, понимаете? У вас патологическая прибавка веса. Вы должны прислушиваться к моим рекомендациям. Тук-тук. Можно? Да, проходите. Здрасте. Здравствуйте. Ну что, Кирочка Владимировна, что скажете? Как моя лифтиночка? Все в пределах нормы. Слава Богу. Вы наша спасительница. О! А вот это, так сказать, небольшой презент. Ой, нет-нет-нет, не надо. Спасибо. Я не люблю. Серьезно. Так это ж от чистого сердца, Кирочка Владимировна. Колбаска-то высший сорт. Да. И конфеты для поддержания, так сказать, правильного тонуса. И сытно, и сладко, да? Симон, спрячь. У вашей супруги давление низковатое. Понял. Поднимем. Колбасой и мучными изделиями это будет сделать очень сложно. Пожалуйста, не закармливайте жену. Этим вы только обостряйте ситуацию. Как обостряю? Хм, я ж для слов бельчонка все делаю. И на тебе, давление низковатое. Ну, Семен, Кира Владимировна все правильно говорит. Не гунди. Так я же и не спорю, но давление это важно. Так я-то это понимаю. Это ты все переживаешь. И вообще не называй меня бельчонком. Мне это не нравится. Сейчас получишь у меня прямо здесь. Ай, врешь, если тебе так хочется, а? Теперь тебе все можно. Тебя ж наша дочунечка там колотит по животику, а? Дочуня? Дочуня, колотишь маму по животику? Дочка, ну ты ей там поосторожней. Да ты развените. Маму ей сейчас не лицо. Ну вот как на него шевелится. Смотри, смотри. Смотри, шевелится. Да и чувствую я. Господи. Вот скажите, пожалуйста, а где родильное отделение? Да вот здесь, на третьем этаже. Вот здесь, да? Да. Вот этот? Да, да, да. Спасибо. Семен, пойдем. Спасибо вам, Кира Владимировна. До свидания. До свидания. Мы все учтем. Угу. Пойдем. До свидания. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Привет. Привет. Кир, мне так плохо без тебя. Ты зачем приехал? Мне очень плохо. Я так соскучился по тебе. Не трогай меня. Прекрати. Ты издеваешься надо мной? Нет, прости. Я за тобой. Я только когда ты уехала, я понял, как мне тебе не хватает. Пожалуйста, поедем со мной. Куда? В Москву? Да, в Москву. Да ты что? Как здорово. А мы поженимся с тобой? Будем жить долго и счастливо? Ай, черт, я забыла. У тебя же беременная жена. С ней-то что мы делать будем? Давай, пожалуйста, ну не иронизируй, хорошо? Давай, хотя бы не здесь будем разговаривать. Савельев? Да. Езжай, пожалуйста, дам. Ну, Кирочка, ну Кир, пожалуйста, Кира. О, спасибо большое. Ну, осторожно. Ну, что там дальше с мамой-то? Мама ее приехала ночью, кричит на всю квартиру. Она такая высокомерная, просто командирша. Кирилла Владимировна, есть с кого брать пример? Слушай, Наташа, получается она приехала, чтобы поругать нашу Лидочку за беременность? Прикинь, как будто ей пятнадцать лет, а ей на минуточку под сорок. О, Наташа. Наташа, здравствуйте. Я как раз вас искал. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Доброе утро. Чай, кофе? Нет, спасибо большое. Я хотел с вами поговорить. Кстати, вы тоже останетесь и послушайте, это касается всех. Наташ, у нас в больнице очень слаженный коллектив, вы об этом знаете, и поэтому я не потерплю, чтобы сотрудники распространяли слухи о своих коллегах. Сергей Николаевич, я ничего… Тем более, когда эти слухи лживые. Вы понимаете, я сейчас оказался в очень неудобном положении. Я вызвал Улитину к себе, чтобы узнать, когда он уйдет в декрет, а выяснил, что она вообще не беременная. Она не беременная? Нет, она не беременная. Но нас это вообще не должно касаться. Ясно? Сергей Николаевич, я сама слышала. Наташа, я сейчас хочу, чтобы вы услышали меня, как, впрочем, и все. Как он взъелся-то, а? Нет, у них что-то с улиточкой происходит. Как думаешь, Анатолия? Я просто в шоке. Я сама слышала, она при мне все это говорила. Да она ради этого и приехала. Наташа, уймись. Тебе же дали понять, что Улитина под защитой. Да это просто нечестно. Жизнь, она вообще штука нечестная, Анатолия. Вон, жуй печеньку и успокойся. Приятного аппетита. Кирочка, ну подожди. Кир, ну я же все устроил уже. Доработаешь месяц здесь. Потом вернешься в Москву, в больницу. А дальше что? Будет как раньше. Я вот не пойму, ты чудовище или сумасшедший? У тебя жена, она тебя любит. У вас ребенок скоро появится. Ты что мне предлагаешь? Ты на полном серьезе думаешь, что я на это пойду? Кирочка, ну это, ну это жизнь, ну так бывает. Кира, у меня слов нет. Мне плохо без тебя. Ты знаешь, я вот вдруг поняла, что мне без тебя очень хорошо. Кир, ну ты не говори со мной в таком тоне, пожалуйста. Отпусти меня. А ты что, хочешь остаться здесь на всю жизнь? В этой бере? А мне здесь нравится. Может, я не собираюсь никуда уезжать? Да отпусти ты меня! Я тебе не верю. Что ты делаешь? А ну, отпусти меня. Ну, как же можно так пройти? Ну, не пусть я тебя! Ну, не пусть я тебя! Ну, ты! Ну, все, Робин Гуд, будь уверен, я этого так просто не оставлю. Вы оба об этом пожалеете. Это кто? Кира Владимировна, если хотите, езжайте домой, я отпускаю вас. У меня очень много работы, два обследования. Спасибо. Ну, что это? Подождите, пожалуйста! Да, что? Давайте, помогу вам. Возьмите. Спасибо. Вот, присадьте. Ага. И голову не запрокидывайте. Так лучше. Ага. На бок. Спасибо. А вы знакомы у Литиной? Да, она еще пожалеет, что она моя знакомая. А этому Казанове скоро устрою веселую жизнь. Тут у нас такое произошло. Даже не знаю, как сказать. Ну, вы говорите, пожалуйста, как есть, потому что я же понимаю, что вы мне первую помощь не просто оказываете. На днях у Литина подделала подпись Крутого главврача. Этого? Да. Для направления на обследование. Очень интересно. А вы откуда знаете? А это произошло во время моего дежурства. Понятно. А вы из Москвы? То есть, получается, что ваш главврач ее покрывает? Выходит, что да. Любопытно. Ну, вот что. Наталья Сергеевна, спасибо вам за информацию, за помощь. Всего доброго. До свидания. Ну, Полиночка, ну возьми трубку. Прошу тебя. Умуляй. Ума все время. Ума слой! Умеи твоей будете. Ума слой! Ума слой! Ума слой! Ума слой! Ума слой! Ой, мам, ну слава богу, я тебе вчера весь вечер пыталась дозвониться, ты трубку не брала. Все нормально у вас? Кирочка, Кира, у нас ЧП. Какое ЧП? Да Полинка дома не ночевала. Как не ночевала? А где она была? Я... Ее и сейчас нет дома. В смысле, сейчас нет, мама, что-то мне сразу не позвонила. Ну, я думала, она вернется, я не хотела тебя беспокоить. Так, нет, ты объясни мне, пожалуйста, вы что, поссорились? Ты ей что-то наговорила? Ой, да что ты такое говоришь? Да я все только для вас. Я только для вас и живу. Так, мам, ты в полицию звонила? Я думала, это только в крайнем случае. А сейчас какой случай, мам? Я в школу звонила, Кира ее там нет. И вообще, я на какие-то танцы она не ходила. Шлялась где-то по ночам. Ну, а как такое может быть? Ты мне говорила, что у тебя все под контролем. А, так, да ты с Викой разговаривала? Да с какой Викой? Это ее лучшая подружка, мама. Она наверняка что-то знает. Да нет, нету никакой Вики. Она из параллельного класса, мам. Господи, ты хоть чего-нибудь о Польке знаешь? Так, все, не плачь. А, знаешь что, ты оставайся дома, вдруг она появится, а я сейчас приеду. Кира, доченька, ты меня прости, пожалуйста. Я не думала, что так все получится. Да ладно, все, успокойся. Пока, доченька. Да. Кофе? Нет, спасибо. Кофейку вы, Сергей Николаевич, не отделаетесь. Нет, Юлечка, спасибо. Распоряжение на вас пришло из Москвы. О как! А вы, я смотрю, Афанасий Егорыч, рады? Суд решили устроить показательные. Не мы, а вы. Дебош на рабочем месте, подделка документов. Анатоль, ну как там наш проверяющий? Он уже два часа в архивах копается. Что, два часа? Да. Да. Налетели поршуны. Угу. Ой, ребята, боюсь я этих проверок. Тебе-то что боятся, Валюша? Неучтенный хуток, что ли? Папа Павлович, а я слышала, что на Крутова заявление написали в полицию. Да? Это точно кто-то из наших наябедничал. Очень кому-то Керочка Владимировна насолила. Вам что, заняться нечем? Полно работы, проверка, Валентина. Иду, 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 Валентина. Насолили. Паш, отнеси. Давай. Да. Можно? Простите, Сергей Николаевич, у меня случайное дело. Кира Владимировна. Отпустите меня, пожалуйста. Улитина. Да, а что? Лыков Афанасьй Егорович. Я руковожу комиссией по расследованию вашего дела. Какого дела? Что происходит? Вы обвиняетесь в подделке документов и присвоении бюджетных средств. У меня есть информация, что вы подделывали плановые направления, а доктор Крутов вас покрывал. Это бред какой-то. Преступный сговор. Так, я попросил бы вас не обвинять моих сотрудников, не имея на то доказательств. Сергей Николаевич, на вас заведено уголовное дело. Этим будет заниматься полиция. А я тоже приму это во внимание. В какое уголовное дело? Что происходит? За нанесение тяжких телесных повреждений господину Савельеву. А господину Савельеву? Вы знаете, я была свидетелем этой ситуации, так что, если что, я могу и показания дать. Что с вами? На вас лица нет. У меня дочка пропала. Мне нужно срочно в Москву отпустить меня, пожалуйста. Вы оба на время проведения служебного расследования отстранены от работы. Отлично. Поехали. Что вообще происходит? Я могу занять ваш кабинет? Да, конечно. Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Что вообще случилось? Я не понимаю, какое уголовное дело? Давай. Что там у нас еще? Все равно я не понимаю, как из-за одной дурацкой подписи, может быть, только неприятности? Да, не переживайте. Я когда узнал, что вы документы поделали, я эту бумажку достал и положил другую. С настоящей подписью. Серьезно? Так что пусть ищут. Ничего не найдут. Ну, а что делать с заявлением Савельева? Будем решать проблемы по мере их поступления. Поехали. Куда? Как куда? В Москву. Дочку вашу искать. Я помогу. Правда? Поехали. Поехали. И предлагаю перейти на ты, раз уж мы с вами подельники. Да. Поехали. А, да, хорошо, спасибо. До свидания. Викин папа сказал, что она в школе сейчас. Но скоро вернется. Подождем? Подождем. Ну, все будет хорошо. Я знаю. Ты помнишь ребенка, мальчишку, от которого совсем недавно отказались? Я его усыновить хочу. Подожди, это что, то вы первый отказник? Нет, конечно. Я видела, как детей в роддоме оставляют. Тогда почему именно он? У меня, когда на операционном столе ребенок умер, было такое ощущение, что я вместе с ним умерла. Мне не то что работать, мне жить не хотелось. Я считала, что я просто не имею права в медицине оставаться. А этот мальчишка, я не знаю, как это объяснить, но он меня как будто бы вернул. Я когда на него посмотрела, я вдруг поняла, что я своим делом занимаюсь. Что я могу пользу приносить. Понимаешь? Он мне очень помог. Я себе не прощу, если я мимо этой истории пройду. Я тоже должна помогать. И когда это решится? Я боюсь, что не скоро, потому что целую тонну бумаг надо собирать, надо подтверждать хорошие жилищные условия там. А у меня проблема в том, что работа в Верхневолжске, а хорошие жилищные условия в Москве. Я боюсь, что это будет, конечно, очень непросто. Вон она, я сейчас. Ага. Привет, Вик. Здравствуйте, Кира Владимировна. Ты знаешь, где Полина? Вика, она не ночевала дома. Если ты хоть что-то знаешь, я тебя умоляю, скажи мне, пожалуйста. Она со мной в последнее время не общалась. А с кем она общалась? С парнем каким-то. Каким? Но он старше нас, вроде в колледже учится. А ты сможешь его узнать, если что? Нет, я его только издалека видела. Он в школу за Полиной заезжал. На какой машине? Цвет, марка? А, сейчас. Она недавно фотографию выкладывала на свою страницу. Вот. Но я больше ничего не знаю, честно. Перешли мне, пожалуйста, эту фотографию прямо сейчас, хорошо? Угу. И если она тебе позвонит, набери меня, хорошо? Да. До свидания. Поехали быстрей. Что-нибудь узнала? Да, узнала. Номер машины хорошо видно. Поехали в полицию. Хорошо. О, Господи. Черт. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, у меня дочка пропала. Я, наверное, должна какое-то заявление написать, да? Паспорт давайте. Сейчас. Ой, вот. Мой тоже возьмите. Вы отец? Нет. Тогда оставайтесь здесь. Если надо, вас вызовут. А мне можно, да? Да, проходите. Здравствуйте. Вы знаете, у меня ребенок пропал, дочка. Я так понимаю, я должна какое-то заявление написать, чтобы начали искать, да? А когда пропала? Вчера. Ночевать не пришла. Ну, вот видите. А это, загулял с друзьями. Вообще же беда с этими подростками. Бегут из дома стаями, да? Нет, совершенно исключено. Она абсолютно домашний ребенок, и никогда в жизни у нас ничего подобного не было. У меня есть фотография парня, с которым она уехала. Там видна его машина, можно номер посмотреть. О, видите, с парнем. Так это вам в ЗАГС надо, а не к нам. Ладно, если через пару дней не объявится, тогда заявление примем. Все, вы пока идите. Вы меня вообще слышите? У меня ребенок пропал. Вы работать будете, или вы будете издеваться надо мной? Вы правда, что ли, ничего не собираетесь делать? Вы предлагаете мне трое суток ждать, пока с ней Бог знает, что случится? Вы только, пожалуйста, не хамите, ладно? А то я… Я сейчас составлю протокол административный, ясно? Так, сержант, ну-ка, выведи ее отсюда. Сейчас. А то мешает работать. Это какой-то… Стойте! Куда ты пошла? Подождите, куда вы идете? Веди в камеру. Ну, допустите ее. Что вы делаете? Не надо, ну что вы? Отпустите ее, я сказал. Вы что, издеваетесь, что ли? Да вы что делаете-то, а? Да что ж вы делаете-то, а? Слушайте, у нее пропала дочь. Она пришла к вам за помощью. У нее пропала дочь. Что ж вы творите? Это беспредел. Так, где ваш дежурный следователь? Второй кабинет, налево по коридору. Хорошо, я буду жаловаться. Паспорт давай. Пожалуйста. У Лидии Наполина шестнадцать лет. Что ж вы сразу, нормально, все не объяснили? Ну, я же говорю, Кира Владимировна, это ее мать. Она пыталась, правда, но… Ну, ее тоже можно понять. А этот ваш дежурный сразу руки ей начал выкручивать. Не сразу. Я, конечно, понимаю ее чувства. Но если каждый заявитель будет драться с сотрудником полиции… Да ладно, ну… Неужели вы думаете, она первая кинулась в драку? Вам что, ваши так рассказали, да? Давайте без иронии. Гражданка Улитина совершила правонарушение. Составлен протокол. И она ответит за свои действия. Ну поймите вы, она мать. У нее пропала дочь. Она ни о чем другом вообще думать не может. Ну, будьте вы человеком, а? Ну, простите ее. Ну, вы же вроде взрослые люди. Врачи. А ведете себя, как подростки. Одна драку устроила в отделении. Вы тут за нее горой. Ей-богу, как в школе. Ну, я прошу вас. Пожалуйста. Ладно. Подождите в коридоре, отпустим мы вашу Улитину. И я очень прошу, пробейте, пожалуйста, номер машины. Полина может быть с этим парнем? Да, конечно. Это само собой. Подождите в коридоре. Спасибо вам большое. Да. Вот, держи. Спасибо, малыш. Иди ко мне. Ну как тебе, понравилось в клубе? Ну да, было весело. А что ты к ней уверена? Классный клуб. Сейчас потусим немного и в другой поедем. А зачем ты это делаешь? Что? Ну, вот это. Как зачем? Чтобы расслабиться? А что ты чувствуешь? Понимаешь, малыш, это так просто не объяснишь. Это как, это как полет в космос и секс одновременно. Как будто ты стоишь на краю пропасти и всего один шаг может изменить всю твою жизнь. Грань между реальностью и кайфом. Вот что главное. Хочешь попробовать? Давай. Ты ведь уже взрослая девочка. Или опять бабушку боишься? Никого я не боюсь. Вот и отлично. Поверь мне. Эта волна накроет тебя с головой. Улитина на выход. А сумка где моя? Сейчас верну. Ну что, следователь выясняет, где живет этот Игорь. Хватит там болтать. Здесь служебное помещение. Вышли отсюда. Не за что. Ты, ты вообще соображаешь, с кулаками на полицейских кинуться? Ну, вообще это было сильно. На. Спасибо. А ты хоть в курсе, что тебя в больнице улиткой называют? Да знаю я. Я никогда не видел таких агрессивных улиток. Господи, что ж так долго-то? Неужели так трудно адрес найти, а? Лицом к стене. Пошел. К стене. Пошел. Ну что, малыш, полетаем? Давай, не бойся. Мы должны быть на одной волне. Нет, я не хочу. Что ты сделала, дура? Ты знаешь, сколько это денег стоит? Угорек, ну не сердись. Прости меня. Прощаешь? Может быть. Хотя, конечно. Что? Все хорошо. Игорь, прекрати. Игорь, я не хочу. Не хочешь? А почему? Ведь ты сама пришла ко мне. Что, веселиться не хочешь? Зачем ты мне нужна? Уроки с тобой делать? Связался с малолеткой. Столько денег на тебя угрозил в этом клубе. Игорь, что ты говоришь? Ты мне нравишься. Но я не готова. Нравлюсь? Так это хорошо. А то, что не готова, так это ничего. Главное, я готов. Так, давай на третий этаж. Я за тобой на лифте. Так точно, товарищ майор. Я с вами. Я тоже. Смотрю, вы настроены решительно. Ага. Ладно, давайте за мной. Только тихо. Поздно, милая. Пора тебе уже стать взрослой. Отпусти меня. Заткнись, а то хуже будет. Отпусти. Хватит ныть, знала, куда шла. Помогите вам. Тише. Помогите, помогите кто-нибудь. Так, девушка. Мама, мамочка. Спокойно, спокойно, спокойно. Стоять, полиция. Стоять, это полиция. Вы что творите? Вы пытаетесь, кто мой отец? Сейчас разберемся. Отпусти, больно. Да тихо ты. Он один? Один здесь, да? Тихо, тихо, не дергайся. Так, дома есть еще кто? Спокойно. Ну как, ты в порядке? Говорит, да. Ну все, все. Да пусти ты ее! Давай в машину его. Холодно? Ну все. Садись. Поехали. Ну что, куда вас отвезти? Домой. А знаете, мы с вами почти коллеги. Я тоже прошла долгий путь. От учителя начальных классов до заучу школы. Прошу вас. Спасибо. Да я главврачом всего год работаю. А до этого простым хирургом пятнадцать лет. Да еще и в одном отделении. У вас запеканка очень вкусная. Правда? Угу. Я последнее время в одних столовках до полуфабрикатами. А вы женаты? Вы простите, что я спрашиваю. Просто ночь на дворе? Ну да. А я в чужом доме. И не собираюсь уходить. Спит. Но нам тоже надо всем отдохнуть. Тяжелый день был. Столько всего навалилось. Да я не устала. Я посижу с вами. Тут с Сергеем Николаевичем у нас общие темы нашлись. Ну вам поздно уже. Я тогда здесь постелю, хорошо? Да. Что? Ну не выгонять же нам Сергея Николаевича на ночь глядь, правда? Давайте спать. Спокойной ночи, Тамара Петровна. Спокойной ночи. Савельев не простит. У него связи есть. Да ладно. Не переживай. За разбитый нос пожизненное не дают. Главное, Полину нашли. А со всем остальным как-нибудь справимся. Я не была. Да ладно. Главное, Полину Jake. Главное, Полину нашли. Немного кухню. Главное, Полину нашли. Наверное, полина, та же. Иórц humanos. Немного кухня. И прощай. Обглавное, налоговое, олези. Аэр, тишина, зеркный. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты куда? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я у тебя во дворе. Спустись, пожалуйста. Что, сейчас, что ли? У меня жена спит. Я сказала, спустись. Или я сама к тебе сейчас поднимусь. Хочешь? Иду. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Забери заявление на Крутого. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Хорошо. Ой, Серёж, оставь, я сама всё сделаю. Садись завтракай, надо пораньше выехать. Я думал, ты здесь подольше захочешь остаться. Не, наоборот, что ты. Хочу побыстрее уехать, забыть весь этот ужас. И пациенты ждать не будут. Ну да, только неизвестно, когда мы ещё на работу выйдем. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что всё будет очень хорошо. Ешь, я пойду полю разбужу и вещи соберу. Мамуль, ну хватит уже. Подожди, я тогда с Полинкой попрощаюсь. Полина, Полиночка, пока бабуль. Солнышко, ну ты же слушайся маму и почаще мне звони. Хорошо? Я уже заранее скучаю по вам. Мам, ну давай вот без этого лишнего драматизма. Будешь к нам приезжать. Куда? Видела я эту вашу комнатёрку. Ничего, поместимся, иди в машину. Я впереди, ладно? Ладно. Ну всё, всё, не страдай, всё нормально. Да не переживай ты так. Верхневоложск, хоть и не Москва, но жить можно. Город красивый, люди хорошие. Да я в норме, я же не на всю жизнь из Москвы уезжаю. Школу окончу, вернусь поступать в институт. Ну вообще-то я даже рада. Серьёзно? Ну да. Мои в школе, когда узнают, что я из дома сбегала, ну всякое такое, короче, с плетью не оберёшься. А у вас меня никто не знает. Начну всё с чистого листа. Правильное решение. А ты рассудительная девушка Полина. Скажите об этом моей маме. Я думаю, она и так всё знает. Ну да уж, теперь точно возьмётся за моё воспитание. Да ладно тебе, не вешай нос. Твоя мама тебя очень любит. Вы всех пациенток в своей больнице так утешаете? Ну, только тех, кто находится в грусти и в печали. Ну, например, таких как ты. Ну, может, ты всё-таки улыбнёшься? Ну? Вместо того, чтобы читать нотации, вы шутите. А вы мне нравитесь, Сергей Николаевич. Подружимся. Кира, ты прости меня. Это я виновата. Я… Я упустила Полинку. Она чуть не покатилась по наклонной, а я даже и не заметила. Мамуль, ну какая наклонная? Ну что за дурацкий педагогический штамп. Просто маленькая, несмышлённая девчонка попала в беду. Я такого больше не допущу. Я тебе обещаю. Кирочка, я знаю, что ты мать и ты… и ты сама решишь, как воспитывать своего ребёнка. Вот. Я больше никуда не лезу. Обещаю. Спасибо. Давай, пока. Ну да, я тебя поцелую на прощание. И знай, я всегда готова вам помочь. Мам, мы не на Северный полюс уезжаем. Хорошо. Пока. Поехай. Иди домой уже. Вам сюда. Спасибо. И у всех у них нет родителей? Нет. Это ужасно. Вот он. Какой маленький. И носик маленький, как кнопочка. И ротик такой смешной, как у уточки. Классный. А как его зовут? Пока никак. Так, мам, давай сами его назовём? А то дадут какое-нибудь биларское имя. А тебе какое нравится? Ну, не знаю. Простой какой-нибудь. Ваня или Вася. Вася. Привет, Вася. Вася ему подходит. Васенька. Вася. О, Паш, на ловца и зверь бежит. Хотел как раз поговорить с тобой. Слушай. Не укладывать у меня никак в голове, понимаешь? Не могу никак понять, кто штуканул-то, а? Откуда, откуда наверху узнали о подлоге документов? Ну, всем известно, что заявление на тебя написал бывший хахалькир из Москвы. Паш, я тебя как врача очень ценю. Ты хороший специалист, но учти, стукача у себя в больнице я держать не буду. Я тебя про подлог документов спрашиваю. Кто? Кто? Твоих рук дело? Нет. А кто тогда? Ни один в тот момент находился возле дежурного поста. Сдавать не буду. Ты этого не любишь. Вот как. Ты что-то сегодня устала на самом деле. А у меня почему-то такой маленький живот. Сергей Николаевич! Я хотела сказать, что я очень рада. Мы все очень рады. К чему? Что вы вернулись, что ведь с нами. Наташа, вы действительно считаете, что я идиот? Почему? Ну, потому что я знаю, что это вы настучали в органы. На Улитину и на меня. Вы меня уволите? Нет, конечно. Вы прекрасные специалисты. Но я очень надеюсь, что в будущем вы не будете повторять подобных ошибок. Да. Ну, вот и хорошо. Ну, а теперь бегите работать. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Дай поцелуй. Я тебя поздравляю. Сережа. Спасибо тебе. Если честно, я боялась, что ты снова передумаешь. Надеюсь, ты не злишься? Конечно, нет. Мы же теперь с тобой абсолютно свободные люди. У нас все впереди. Спасибо тебе, Лена. Пока. Есть. Они только начали интегралы проходить, а я-то это уже знаю. Так что я сегодня блестала. Буду отличница в новой школе. Ну, красота. А счастливее ж бабуля, наконец. Да, бабуля кафонет. М-м, вкусно. Ну, это потому что помидоры натуральные. Сладкие, да? Да. Кто это там? Здравствуйте, Сергей Николаевич. О, здрасьте, Наташа. Привет. Привет. Здрасьте, Сергей Николаевич. Привет, Полин. Можно? Конечно. Как жизнь? Как школа? Да, все отлично. А что-то случилось? Да. Я только что из ЗАГСа. Мы развелись с Леной. И поэтому теперь мы, оба свободные люди, можем начать новую жизнь. Слушайте, Сергей Николаевич, так если вы теперь холостой, может на маме женитесь? Поль, ты что такое говоришь? Ты с ума сошла, что ли? Ну, а что тут такого? Женитесь, тогда ты сможешь усыновить Ваську. Э, ну… Так, Поля, давай, ты головой-то думай, когда… А вы что, его Васькой уже назвали? Нет-нет, это мы с мамой его так называем. Мама уже почти все документы собрала, да, мам? Поль, ты поменьше разговаривай, мы как-то разберемся, наверное, по поводу всего. Кира, ты подожди. Подожди. В ее словах есть смысл, но если это действительно поможет, то я готов. Не, ну как ты себе это представляешь? А ты как себе представляешь? Вот это здесь, маленький ребенок, она взрослая. Я предлагаю переехать ко мне, у меня всем хватит места. Ты вообще серьезно? Ну… Нет, я тебе очень благодарна, спасибо огромное, но мы не можем так вот взять… Почему не можем? Сергей Николаевич, не слушайте ее, вы супер. Поля! Сергей Николаевич! Кира! Нет. Почему нет? Я тебе еще раз говорю, Кира, комиссия по усыновлению будет проверять не только вашу прописку, но и место вашего реального проживания. А если они сюда приедут на служебную квартиру, что они увидят? Это ж кошмар. Кира, я тебе говорю, у меня вам будет гораздо лучше. Да я понимаю, что так лучше, но у меня просто в голове не укладывается. Фиктивное жилье, фиктивный брак этот. Ну ты, ты-то настоящий. Эй, я все вижу, не наглейте, не травмируйте мою подростковую психику, а ты не подсматривай. Ну что, поехали? Тихо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok